всем привет всем доброе утро сегодня я на завтрак приготовила кашу с тыквой и с рисом вчера посмотрела у валюшки у блогера и захотела себе такой кашки пошла вырвала эту тыковку порезала ее и вот сварила кашу маслицы сюда добавила сверху она такая желтая желтая вов отказался от такой каши а я с удовольствием всем приятного аппетита кто сейчас кушает вырвала дыню с огорода правда она вот такая уже а уже там наверно еще одна осталась срываем уже последнее но одну скибочку я съела она сладкая дубовка видно такая шершавая сейчас вот и тут поедим это у нас все завтрак продолжается друзья сегодня мы работаем на улице у нас сегодня там наверно градусов уже 19 солнце ветерок так это у меня тут сеянка сохнет собрали мы посмотрите 25 килограмм тазик такой большой огурцов хотела сегодня делать салат с огурцов но я не знаю наверно время мне не хватит вот здесь стояла картошка мы и спустили в подпол вчера с другого места таскали спускали еще целая куча там стоит у нас ни конца ни края нет так мне надо это тут ящик еще валялся ящик ты где не вижу ладно этот возьму что мы делаем огородчики пойду покажу вам а в огороде и вот выкапываем ботву помидорную вот с двух кустов господи набросала это с двух кустов и вот еще и красные прямо лежали набрали и по этой стороне еще два куста сейчас мы их выкопаем и берем и вот и вот это целая плантация не знаю одолеем ее нет сегодня не одолеем труд тяжелый выкапывать надо палки эти убирать помидоры оббирать в общем не знаю хоть бы справиться до вечера хоть что-то сделать вот куст вывернули перевернули его и хорошие такие какие будем обрывать помидорки столько помидор ужас ужасный на тот год 20 кустиков все никаких помидоров уже у нас нету таких аппетитов люди возрасте нам уже много не надо вот так вот он чё где какие уже самые 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 такие уже не берем девочки хотите много помидор не обрывайте листья вам ведро с куста гарантированно как у нас он ветки по по полтора метра помидор море мы же раньше когда мы молодые были кто и когда обрывал мы не знали что это такое чтобы обрывать листья росли себе доросли как накатаешь под кровати под столы господи где у нас только их не было ребятишками зарезем под кровать на выбираем какие нам нравится и едим так что вот на своем опыте знаю не надо их обрывать вот 20 кустов на тот год посажу и помидор будет море девочки я уже помидоры бросила устала с ними возиться пришла вот затащила чеснок думаю сегодня солнце ветер обрезала его пусть маленько подсохнет а то он у меня это ну там стоит стоймя вместе с ботвой еще там меня зимы не обрезаны тоже стоит но может завтра сегодня у нас что-то дел вообще полно должны сегодня еще зерно привезти если к вечеру успеют нам еще зерно надо будет перетаскивать представляете если сегодня привезут а дело у нас уже к вечеру пока освободили место пока тыры-пыры туда-сюда в общем сегодня бегаем как эти ой так что еще хотела а там еще рыбу принесли сами ездили угостили рыбой утки что вы тут воюете вот тут мы размели все вот сюда вот вывалят размели но еще раз разметил перед тем если привезет сегодня и начнем быстренько стаскивать погода пока погода хорошая вот покажу вам рыбку да вот еще часть зерна мы будем сыпать в кировское колесо часть вот сюда вот лодка охотничья уже за старая при она как бы не нужна уже и мы сюда в лодку будем засыпать сколько влезет вот они карасики я их поочищу здоровые о какой карасище здоровенный икры видно тоже полно так на рыбалку уже охота ну некогда надо подправиться с делами сейчас я его очищу порежу на кусочки приготовлю и вечером будет рыба жареная друзья рыбку я пожарила нарезала луку как вы думаете для чего это моя порция лук с рыбой жареной знаете какой вкусный вы так пробовали попробуйте очень вкусно вышла на улицу посмотреть вечер уже у нас еще зерно пока нам не привезли наверно попозже он сказал что очередь люди нанимают вы представляете вот нам получать 40 мешков две тонны вот кого мы 40 мешков это молодые были мы все это у меня у нас было два пая один поймы продали в том году потому что нам уже не под силу так во двор пойду и вот эти 40 мешков нужно насыпать у нас тут привозят в кучу возле одних там такая площадка в кучу всыпают и люди набирают у кого три пая у кого четыре у кого два у кого один в общем так рассчитано чтоб всем хватало но нам это уже два пая нам уже не надо мы уже не держим ни свиней ничего мы не держим такого вот одни уточки и вот представляете вот это все грузить насыпать она же страшно тяжелая пшеница позапрошлом году наверное так но мы уже сами не можем обходиться нам сын помогает потом все это надо перевозить дома опять надо сгрузить опять на перетаскать засыпать это такой труд вы даже не представляете адский все отнимается все болит со страшной силой вот осень вот это когда зерно получать отнимает очень много сил очень много и поэтому мы решили чтоб хотя бы машина нам привезла здесь грузили а муж потихонечку не спеша ведрами перетаскали так я вышла уже у нас вечер собрать вот этот чеснок и он тот лук занести надо который возле кладовки той сейчас я соберу на ящик найти помидоры вову перетаскал на веранду помидорами затарились мамочки родные куда чудевать это аж и не знаю до нового года наверно не переработать и не съесть ну ладно вот эту еще тоже штуку надо занести куда-то не знаю куда в общем все дорогие мои подписчики и зрители моего канала я с вами прощаюсь всем желаю крепкого здоровья всем всего самого-самого доброго и всем до встречи пока пока